Всем привет! С вами Музи Роботов Трансформеров и сегодня у нас на обзор модель трансформера Starscream. Данная модель была выпущена в 2010 году в SEGA Han for Decepticon и модель лидер-класса. Это одна из самых красивых моделей, долгое время существовавших, посвященных персонажей в дизайне, связанного с фильмами трансформеры. Он невероятно детализирован, достаточно сложен в трансформации и максимально похож на свой прообраз в виде техники и в виде персонажа. На сегодняшний момент не менее красивый вариант этого персонажа выпущен в серии Masterpiece Movie, то есть шедевры по фильму. Но также эта конструкция, этот молд трансформера, выходил в Masterpiece Movie. То есть у данной модели существует три издания. Первая шла Han for Decepticon, вторая была Global GDO, Global Development Organization, и третья в Masterpiece Movie. По-моему, чуть ли не первое издание как раз было посвящено этому молду и этой модели персонажа. Так, что у нас есть особенное у него, есть вот такой механизм, когда его потянуть, у него открывается рот и грудь и у него есть музыкальное сопровождение, звуковое сопровождение. Две программы, есть кнопочка вот здесь, которая дает звук стрельбы. Отличительная особенность, у него на руках есть складываемый механизм, на левой руке это ракеты, вот красный четырёк, если его потянуть, то они складываются, да, вот, закрываясь. Очень красиво, интересно реализован. Есть присоединяемое оружие и две ракеты. Одна из них. И оружие. В случае ненадобности оружие можно присоединить сзади вот сюда, а ракету на специальный порт сюда. Например, вот так или к низу, например, можно, чтобы они не сильно выделялись. Так, на правой руке у нас стоит роторный пулемёт, также складывается. Подвижность у него, голова вращается на 90 градусов, есть ограничение, из-за присутствия электроники внутри головы, ограничили подвижность этой самой головы, да, вот, можно без нажатия кнопочки открывать, как будто он говорит. Рука может вращаться, подниматься, также она может ещё и сгибаться внутрь, то есть очень много точек артикуляции. Нога вперёд, нога назад, колено, скажем так, оно больше идёт вперёд, потому что у него такие цыплячьи ноги были придуманы и реализованы в этой модели. Также очень высокая степень свободы конечностей, что действительно редко, когда удаётся реализовать в рамках моделей с трансформацией. Всё-таки, в первую очередь, это головоломка-трансформер, то есть возможность изменения форм. Во вторую очередь, это отображение персонажа, связанного с тем или иным контентом. И, в третью часть, это экшн-фигурка, которая позволяет задать определённую свободу действий в рамках образа персонажа. Так, ну давайте начнём трансформацию, лично она мне очень нравится. Складываем руки. Так, вот таким вот образом пока сюда выводим, ноги вытягиваем в длину, в принципе. Он может даже стоять вот так, высоко, на прямых ногах, что тоже не может не радовать. Вот эти прямые ноги, очень красиво. Кому хочется, может его ставить в таком формате. Снимаем со спины всё оружие. Отцепляем вот этот элемент. Сразу можно повернуть. И закрыть сюда. Так, далее. Далее, далее, далее. Отцепляем эту часть. Отцепляем. Так, сначала. Выворачиваем нос. Закрываем его. Накидкой. Всё, он уже стоит на месте. Затем отцепляем эти штучки. Отцепляем руку. Её надо вывернуть. Вот. Сюда. Этот элемент складываем внутрь. Всё, здесь пока закончили. Выворачиваем. Эту штучку складываем. Этот элемент заворачиваем сюда. Теперь открываем до конца. Заводим руки сюда. Руки сюда. И смыкаем их вместе. Немножко. Вот, сейчас вот получилось. Сомкнули. И вот в этом месте соединили. Затем нам надо вывести вот эту часть кверху. Здесь двойной изгиб. Вывели. 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 Можно сразу опустить эту часть. Вывести крыло. Вывести крыло. Поставить его на место. И присоединить элементом. Можно поставить эту часть на место. И всё. Вверх. Самолёт особо. Теперь у нас задача привести в порядок вниз. Руки цепляются вот сюда. Ноги потом будут цепляться вот сюда. Ноги мы сейчас развернем в эту сторону. И до трансформируем их. Я чуть-чуть поторопился, конечно, развернуть их. Ну, ладно. Для начала развернем вот этот элемент. Сложим вместе. Поднимем вот так. И прижмем вот сюда. Так. Вот. Таким вот образом мы её сложили. Шасси опустили вниз. Со второй ногой также. Выворачиваем внутреннюю сторону. Затем поднимаем, соединяем. И присоединяем. Всё. Ноги подготовлены. Так. Здесь немножко. Ушло больше, чем требуется. Встало там на свои места. Тут встало. Затем. Здесь всё правильно. Ставим ногу сюда. Так. Здесь немножко ушло больше, чем требуется. Встало. Встало на свои места. Шасси достали. Это прижато. Это прижато. Это прижато. Всё прижато. Сразу и переднее шасси тоже достанем. Оружие можно вот так вот сложить и присоединить вот сюда. Так вот. По-моему, вот этой внутренней стороной. Ракеты можно поставить под крыло. Да, поменять. Да, это почему-то здесь слишком свободно стоит. Да, здесь получше. Видимо, есть небольшое различие в портах. И вот наш Starscream в режиме. Истребители здесь есть кнопки. Тоже два. Два. Две программы звуковых. Очень интересная модель. С красивой полиграфией. Максимально похожа на прообраз этого персонажа. Кабина детализированная. Но не открывающаяся. Снизу. Спереди. Ещё раз сзади. Да. Классная модель. Низля именно этот молд. Эта, скажем так, конструкция вошла также в аналоги серии Masterpiece. Поскольку он максимально этого достоин. Колеса двигаются. Шасси работает. Так, ну давайте странсформируем его в обратную сторону. В режим робота. Продолжение следует. Продолжение следует... Сколькоа. Так. Очень интересный механизм складывания крыльев. Подпружинены, они держатся автоматически за спиной. Честно признаюсь, многие моменты, которые были придуманы и реализованы в этом трансформере, мне очень нравятся. Вот. Нужно понять, почему музей трансформеров позиционирует трансформеров именно как произведение технического искусства. Поскольку, глядя сейчас на эту конструкцию, вы можете представить, сколько здесь используются деталей и механик соединения этих самых деталей. Плюс, каждая деталь имеет свой необычный дизайн, форму, назначение. Самый сложный момент, это вот здесь подцепить, чтобы открыть вот эту закрывашку. Задвигаем, ставим, присоединяем. Продолжение следует... так придержать чтобы и на камеру попадал и в тоже время трансформировать было удобно все вот например наш starscream постоит сейчас в такой интересной необычной позе снаряд поставим за спину все показали рассказали интересная модель интересные конструкторское решение шикарный дизайн каждой детали ну и эта часть истории модели с трансформацией надеемся вы подпишитесь к нам на канал поставить лайк этому видео и приезжайте в музей всем до скорых встреч